Мои дорогие, сегодня мне хочется немножко поговорить с вами о домашнем насилии. Ни для кого не секрет, что сейчас во время карантина очень усилилось домашнее насилие, количество разводов увеличивается, и всё это очень грустно. Но я случайно наткнулась на видео известной Регины Тодоренко, которая в «Орле и Решке» снималась, в рекламе снимается, в общем, везде. И вот она там такую фразу... Весело причём сказала. А что ты сделала для того, чтобы тебя муж не бил? У меня вот одна мысль была в голове. Ты дура или кто? Любой нормальный человек знает, почему бьют жён. Это не мужчины. Это существа целиком в комплексах, со звериной натурой внутри. Слабые. Он может быть вот такой огромный, а внутри очень слабым. Неумные. Невоспитанные. Да всё в кучу. Я говорю, это не просто так. Я вам с высоты своего возраста и жизненного опыта это говорю. Что ты сделала, чтобы тебя муж не бил? Я сама прожила десять лет с человеком. Даже человеком-то его называть не хочется. Издевался, как мог. Бил, унижал. Это были девяностые годы. Маленький ребёнок у меня был. Не было работы. Материально я от него зависела. Старалась сделать всё, чтобы... Я всё надеялась, что он поймёт. Ну, не зря же говорят. Если мужик один раз руку на тебя поднял, то это так и будет. И это так и есть на самом деле. Что бы ты ни делала. Чем лучше ты делаешь, тем потом тебе будет хуже. Это на самом деле очень страшно. Если Регина этого не испытывала, ей можно только позавидовать. Но жизнь-то у неё впереди длинная. Это просто, это вот, ну, возмутительно. Как так можно говорить? А то прям, да, нормальная женщина всё делает для того, чтобы он её бил. Ну, не понимаю. И сколько таких несчастных женщин вокруг. И не только в нашей стране, конечно. Это во всём мире так. Я вот с одной своей подругой познакомилась. Случайно пошла мусор выбрасывать. А она за мусоропроводом пряталась от мужа. Да при том, что у неё было трое детей. Мало-мало, меньше. Ну, согласитесь, но это страшно. Я, например, после 10 лет жизни с мужем с таким. Мне и вспомнить нечего. Кроме вот этих побоев, издевательств и унижений. Вот нечем. Вот прошло уже 18 лет. Уже Сашка моя взрослая. А я вот не могу. Если что-то, может, и было хорошее, у меня это всё ну, вычеркнуто из памяти. Что ты сделала, чтобы тебя муж не бил? Ой, какой кошмар, господи. А сколько их несчастных по ночам убегают из дома с детками, ночуют у соседей кто где. А дети бедные, которые живут в таком насилии, кем они вырастут? Что их ждёт в будущем? Это же страх и ужас. Просто страх и ужас. Что ты сделала, чтобы он тебя не бил? Да он пришёл не в настроении. Домой ты ему ужин приготовил, а он возьмёт и эту сковородку кинет тебе в голову. Просто так. Потому что у него нет настроения. А я помню, как мне в милиции весело на моё заявление, сказал милиционер. Ну, не убил же. Вот убьёт, приходите. Что это? Ни защиты, ничего. Так потом ещё и алименты не платят. Ой, это... Если он тварь, то он тварь во всём. Это сначала весь такой цветы, шампанское, муси-пуси. Мы будем жить до старости. Я тебя на руках буду носить. Ага. Ой, господи. Я считаю, что наоборот, надо всем миром против этого подниматься и бороться. И руководству страны нужно больше внимания этому уделять. Создавать приюты какие-то для женщин. Они есть, но их просто такое количество малое. Я бы, например, если развод на такой почве, я бы этого лишала всего. Пусть остаётся в одних трусах. А если у него нет ни хрена за душой, у них частенько этого не бывает, за душой ничего, то государство должно помогать в полной мере, чтобы женщина и её дети ни в чём не были ущемлены. Ну, а так, ну, если не так, ну, на кой хрен нужен такой институт семьи? Ну, бьют, издеваются, убивают. Сколько у нас вот этих убийств, ну, бытовуха в семье. Это же ужас. Ну, что-то делать с этим надо. А Регине очень бы хотелось пожелать, чтобы ей не пришлось сталкиваться в жизни с этим. А то не так запоёшь, милочка моя. Хорошо, если у тебя нормальный муж, и вы будете с ним жить всю жизнь. А если нет? И найдёшь себе потом вот такое чудо наглого. Это сейчас ты сидишь такая молодая, красивая, уверенная в себе. Но я думаю, что эти слова тебе откликнутся. Все твои рекламодатели, которые не любят таких вещей. Так что, вот так вот, мои дорогие, сама стараюсь не вспоминать это всё, а тут прям услышала и меня просто вот, как говорят, торкнула. вам захотелось поделиться с вами. Ну, пока-пока. Пусть вас обойдёт такая беда стороной и ваших детей, дочек, ваших внучек. Дай Бог вам всем здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok